Товарищи! Спасибо вам за целую тысячу подписчиков! Воу-воу-воу! Да ладно, ты качнишняк! Так, продолжай! Товарищи! Кхм-кхм! В следующий раз надо будет таким голосом, полностью видео записан. Привет, сегодня мы поговорим о создании цепей, и об очень крутом инструменте по рисованию кривых. Удалим все лишнее со сцены и добавим торус. Бончик, бублик. Во вкладке Add Torus можем отредактировать количество полигонов бублика. Параметр Measure Sigments ставим на 19, а Minor Sigments на 6. Перейдем в режим Edit Mode и кликнем на ось Z в правом верхнем углу 3D-вида, чтобы смотреть на объект четко сверху, как на чертеж. Затем нажмем на режим отображения сетки, чтобы в будущем выделить полигоны насквозь. Убедимся, что включен инструмент выделения, и выделим ровно половину бублика. Переместим эту половину немного в сторону, чтобы придать бублику узнаваемую форму звена цепи. Можем вернуться в режим Object Mode и сгладить цельный объект. Жмем на правую кнопку мыши и кликаем на Shade Smooth. Скопируем бублик и повернем его на глаз примерно на 90 градусов по оси X. Затем переместим его в конец первого звена. При помощи клавиши Shift выделим эти два объекта. Нажав на правую кнопку мыши, выберем Join. Теперь они стали одним целым. Отлично! Получилась полноценная часть модели, из которой мы сможем собрать более длинную цепь. Добавим модификатор Array, который поможет нам в этом. Настроим положение, созданное копией объекта по оси X, Y и Z, чтобы части цепочки были внутри друг друга. В нашем случае меняем только по оси X. Параметр Count отвечает за количество копий объекта. Чем больше его значение, тем длиннее наша цепь. Цепь благополучно создана. Переходим к работе с кривыми. Добавим кривую. Перейдя в режим Edit Mode, вы можете изменить форму этой кривой. Но есть способ получше, чтобы сделать это быстро и удобно, но об этом чуть попозже. Вернемся в режим Object Mode и выделим цепь. Добавим модификатор Curve. Нажав на пипетку, выберем созданную кривую. Теперь наша цепь точно повторяет форму ее изгибов. Создадим более интересные изгибы. Для этого выделим кривую в режиме Edit Mode. Нажмем на клавишу A английскую, для того, чтобы выделить все точки. Ну как бы русской A не бывает. Теперь, нажав на клавишу X, выберем Vertices, чтобы удалить эту кривую. Теперь нажимаем на инструмент Draw и левой кнопкой мыши рисуем любую фигуру. И эта цепочка подстроится под любое художество, нарисованное нами в пару кликов. И это в сотню раз быстрее, чем пытаться выстроить изгибы кривой вручную. Можно даже сравнить. Поддерживайте наши видео, подписывайтесь на канал и делитесь видео с товарищами по цеху. Удачного моделинга, товарищи!